В первый день Международного благотворительного детского фестиваля «Ангелы природы» прошла пресс-конференция организаторов. Они рассказали, что в первом фестивале примут участие ученики всех 69 школ Сочи, плюс дети из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области и Крыма, победители экологических олимпиад и конкурсов. Задача фестиваля – экологическое просвещение. «Ангелы природы» – проект инклюзивный. Наравне с остальными в нем участвуют и дети с особенностями развития. Вместе с проектом движения «Ангелы природы» равноправия детей станет возможным для всех, даже особенных жителей нашей страны и планеты, понимать свою значимость для общества и найти инструмент, как же природа может стать для них источником здоровья и вдохновения, и что каждый из них может сделать для природы родного двора, родного города, родного края, родной страны и нашей родной планеты. Экологический кинолагерь, профориентационная программа, экскурсии, мастер-классы, танцы на колясках, показ одежды из мусора. Все это и многое другое ждет участника фестиваля. Его поддерживают уже известный сочинский певец Данил Плужников, Ника Сафронов, Сергей Крикалев, Диана Гурцкая, Оксана Федорова. А еще самый популярный мотивационный оратор Ник Вуйчич, который, несмотря на отсутствие конечностей, считается одним из самых сильных людей в мире. Он приедет к нам из Южной Америки, посетит наши пять городов, потом уедет в Беларусь и уедет уже через Европу домой. Важно то, о чем говорит Ник, а Ник говорит всегда о том, что каждый человек, невзирая на свои ограничения, может в жизни очень много. Главное это понять, что ты можешь и принять себя таким, какой ты есть, что тебе дала природа. Кстати, в Сочи площадка для проведения фестиваля выбрана не случайно. Сегодня это самый доступный для людей с разными особенностями развития город страны. Мы, наверное, первый город в России, который убрал вот эти барьеры, которые существовали между здоровым и не очень здоровым человеком. Конечно, мы понимаем, что это наследие идет по созидательному пути и создает нам благоприятные условия, не только для того, чтобы наши жители, имеющие эти недуги, могли себя чувствовать достойно, но и приезжали к нам гости. А еще школа номер 100 в селе Веселое признана самой безбарьерной школой в России. Поэтому именно там решено провести финальный экологический урок с участием Ника Вуйчича. На одной площадке соберется около двух тысяч детей. Для них проведут 30 мастер-классов эколого-биологической направленности. Трансляцию урока смогут увидеть во всех школах курорта, а после и по всей стране. Таким образом, в Сочи будет дан старт всемирному движению. И первым его послом станет Ник Вуйчич, который 12 апреля выступит в Ледовом дворце Большой. Там же состоится благотворительный аукцион творческих работ детей. Полученные средства направят на адресную помощь детям-аутистам и подросткам с ограниченными физическими возможностями. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.